Ледовый дворец спорта Акжалтай вместимостью 2500 человек. Именно здесь сегодня продлится очередной чемпионат Республики Казахстан в серии плой-офф. Между командами Барыс-2 Астана и ЦРРК Караганда. Первая шайба не заставила себя долго ждать. Уже на первой минуте ворота гостей распечатал Никита Шестаков. Ассистировал ему Павел Дума. Завязалась нешуточная борьба на площадке. И на 10-й минуте, когда гости играли в большинстве, нападающий гостей Александр Шин сравнял счет. В течение минуты была заброшена еще одна шайба ворота хозяев. Отличился защитник гостей Алексей Ишмаметев. Пропустили быстрый гол в первой смене. Как-то все спонтанно, хорошо, что отыграли, забили два гола. После первой ведем 2-1. Думаю, все будет хорошо. Сейчас тренер даст установку. Будем еще дальше играть. Как вам соперник вообще по игре? Вот мы вас видели в игре за сборную Республики Казахстан на Азиаде. Здесь как СРРК все-таки чемпион, действующий чемпион. Как вам в игре вот эта команда именно? Ну если сравнивать, допустим, с японцами, то японцы намного побыстрее. Мобильная команда здесь. Ну СРРК чуть помедленнее в скоростях выступает японцам. Абсолютно. Ну что, Евгений, не по игре. Вот в игре в Тимиртау. Как вам команда Арестан? Пользуясь случаем. Пожалуйста. Особо, когда играли в Арестане, там все решили. Судьба игры удаления. Шесть голов пропусили в меньшинстве. И особо 5 на 5 они, в общем, ничего не могли сделать. Второй период был сухим, несмотря на то, что было очень много острых атак у ворот и той, и другой команды. Ну СРРК сейчас добавила в движение, им нужно отыгрываться, а не проигрывать. Нам, как сейчас первая задача наша, это главное, это отыграть хорошо в обороне и не пропустить шайбу. И поймать их на контратаке. Так что мы сейчас больше надо уделять внимание обороне. На второй минуте третьего периода первым отличился Евгений Жданов. Счет стал 1-3 в пользу гостей. Также в этом периоде отличились Максим Худяков и Никита Шестаков, команда СРРК. Вторая шайба ворота Борис-2 была забита в меньшинстве. Окончательный итог матча 2-4 в пользу команды Борис-2.